Господа, здравствуйте! И мы начинаем прямо так, потому что смотрите, что у нас есть. У нас есть бесподобный новенький Defender, но есть одна деталь, которая сразу меня в нем не устраивает. Во-первых, он стоковый. Во-вторых, у него вот такая замечательная родная резина, имеющая размер колесного диска 20 дюймов. И если прямо сейчас, в самом начале, на Defender залетет 32-я АТ-шка, вот тогда мы с вами такого наснимаем. Значит, у нас есть два варианта. Первое, подойдет ли разболтовка. Если она подойдет, не страшно, потому что диски, стоки тоже 20-е, но я уверен, что должна подойти. Уже легче. Второе, на этом вылете не заденет ли тормоза, но, наверное, нет все-таки. И третье, это когда мы его опустим, не будет ли тереть резина, потому что все-таки она 32-я. Вот это мне нравится, до верхнего рычага вот это вот. Ах, прямо ровно пеструнчик остается, чтобы туда залез и все. Не спрашивайся, зачем, я не знаю. Мало ли, вдруг кому-то захочется. Блин, пока это выглядит все максимально на грани. Как, собственно, и с СВР. Потому что эти колеса встают в Ренжа и встают в СВР. Если бы они встали на Defender, не, если бы они не встали, верно, это было бы как бы очень странно. Потому что что, Range Rover Sport на такой резине может ездить, а Defender не может? Да нет, ну дискарь пятый встает на них. Должна. Так, хорошо, разболтовка та же. Значит, обычные диски от Ренжа или от BMW X5, как в нашем случае, сюда залетают без проблем. Мы близко. Мы близко к чему-то очень интересному. Продолжение следует. По срокам тест-драйва многие из вас пишут, Костя, типа, что за дичь там, типа, всем уже дали тачку, а тебе нет. На самом деле в пресс-парк Defender заехали крайне поздно. Даже первая партия Defender, которая приехала в Россию, ее раздербанили, видим, каким-то своим людям и так далее. И даже сам пресс-парк получил Defender только со второй квоты машин, которая приехала. И, в принципе, согласованно, что мы берем после всех, потому что это Land Rover. Ребят, все равно, если вот человек повернут в Land Rover, как я даже, мы всегда делаем обзоры Ренжа и последними. SVR мы снимали последними. Большого Ренжа мы снимали последними. И Defender мы, соответственно, также будем снимать практически последними. И стопов есть ли. Так что, на самом деле, этих тачек уже много. Они в пресс-парке стоят под каждым дилером. Можно приехать, заказать тест-драйв. Да что там, на самом деле, даже если вы просто зайдете на дром и посмотрите, то они также уже на дроме продаются новыми. Так что, в принципе, не парьтесь, все согласовано. И мы совершенно тоже в данном случае, мы не переживаем, что мы снимаем последними, потому что все равно это Land Rover, это наша тема. Еще до начала оффроуда я вам сейчас расскажу, почему на самом деле Defender оффроуд проигрывает заранее. Все мы помним, каким Defender был до этого. Как у него был смещен руль к стеклу. Вот возле нас стоит, к примеру, Рубикон. У него специально узкий салон, а у Defender широкий. И простая тема, когда вы выехали на оффроуд, и вам нужно смотреть на колеса. Вот теперь смотрите, что буду делать я. Чтобы мне перегнуться, я встаю аж с кресла. И только вот так я вижу более-менее, как у меня крутятся колеса. А если Саня сейчас так сделает, то ему не надо делать ничего. Он просто опустил стекло и подался сюда. То есть вот это та школа, которая была в Defender. В Wrangler правильной школы. Он сделан для оффроуда. Он сделан, чтобы крадучись ехать и смотреть за тем, как у вас колеса крутятся и не буксуют ли. Здесь чисто рейнджовая посадка. Все. То есть я должен сидеть на ребре. Мы когда на хутор съездили, я покатался, у меня в следующий день вот здесь ребра болели. Потому что я на них вывешився. Сейчас вот так вот на этой двери висел. Это нормально, если у вас рейндж-ровер спорт или просто рейндж-ровер. Вот как я сейчас все это рассказываю? Вот так. То есть я ногой упираюсь одной в пол, а второй типа давлю там педали какие-то. Но это неправильно. Соответственно, Defender заранее это экспедиция и какие-то сложные участки. Wrangler это оффроуд. Это трудный участок в 5000 километрах от дома. Это жесть в 20 километрах от дома. И это принципиальная разница, поэтому сравнивать их, я считаю, нельзя. Но мы сравним. Прадик Юлия Диденко. Полное видео, кстати, есть на канале оффроуд. СПБ, можете к ним зайти и посмотреть. Новейший Рубикон Саши, который он себе купил. И, естественно, Defender на АТ-шке. Как оказалось, широкой АТ-шке совершенно не зацепится в этих условиях. Дело в том, что мы тестировали в легкий плюс. И под снегом был ледок. Как только Defender сошлифовывал первый слой, ему было на Адюра-траках ну никак не зацепиться. И, действительно, АТ-шка никогда особо хорошо не ехала по льду. Все изменилось в тот момент, когда мы еще раз вернулись, переобули штатную шиповку и попробовали заехать снова. Да ладно! Это офигеть как хорошо после того, что было. Смотри, неужели резина, да? Обалдеть! Да, это была резина, значит. Def-то едет. И вообще не пробуксовала нигде. Ох, какая боль. Ох, какая боль. Ты смотри, ты чувствуешь, что ты застрял, да? Как это удобно делать оттуда сверху. Вот здесь везде грязь. И каждую нужно так выкрутить. Смотри, вот такие болтики. Ты выкручиваешь. Их раз, два, три, четыре. И только под ними буксировочная серьга. Ты представляешь, как это делать снаружи? По-моему, это невозможно. Мы бы даже вчера по снегу, по-чистенькому сделать это не смогли бы, скорее всего. Да. Это жестко. По-моему, пошло. И вот только теперь мы имеем доступ к гусировочной проушине. То есть выкручивать эти болтики в какой-то грязи, в луже, под водой, если вы оказались. Да, вот они отдельно. Они все выпадают. У них супер мелкая резьба. Смотри, потом, когда попал песок, ты это уже не закрутишь. Это невозможно. Оборотов много. Полная ерунда. А теперь внимание. С 2002 года вы просто брали вот так вот монетку и делали. Раз. Два. Три. Четыре. И просто пять. Все. Защита снималась тут же. И потом одним ударом вышибается туда. Что могло заставить вообще подданных королевой переделать вот эту простейшую элементарную систему на какую-то муть. Причем каждый из этих, видите, болтиков закреплен. Ему не выпасть физически. Вы не можете их потерять. Какой бес в них селился, чтобы эту с мелкой резьбой дрянь ставить, я не знаю. Все было абсолютно идеально до этого. Перестаньте деградировать. Это подвеска моего Range Rover Phev. А, это подвеска нового Defender. Я не знаю, если вы найдете здесь отличия, то, наверное, вы их мне скажете. Но я их, честно говоря, не вижу ни одного, исключая тормозов. И даже этот самый вырез под корпус редуктора и какую-то подушечку аналогичный, как на Defender. Сзади то же самое. И огромная лыжа с надписью Defender. Вот это просто алюминиевое. Начинается прямо с самого начала. Закрывает двигатель. И дальше коробку с раздаточной коробкой передач. Поэтому мы не видим ничего. Акустические, аэродинамические элементы. Этот мы уже где-то продрали. Прям вон дырка туда. И там снег под ней. Это вот где-то штырь от чего-то у нас зашел на оффроуде. А оффроуд у нас был всего один. Здесь такого нет. И это патрубок сброса, видимо, воды с люка или конденсата с кондиционера. Пневма сзади по-прежнему без гофр. Традиционно. С 2002-го пресвятаго года. Поэтому надо периодически делать чистку этой пневмы. При каждом техосмотре дилер это предлагает сделать. При плановом ТО. Вам совершенно, чтобы вы не забывали. И здесь никакие наросты не образовывались. Ну или используйте силикон от Апрахима. И все будет нормально. Задний дифференциал с дисковой блокировкой. Если много ездите на оффроуде, не слушайте дилера. Поменяйте масло. Мой вам совет. Дисковая блокировка имеет три степени блокировки. 30%, 60% и 100%. Таким образом, если вы все время движетесь в промежуточных вариантах, часто на оффроуде, дифф пробуксовывает и масло в себе сжигает. Это не страшно, это нормально. Абсолютно поменяйте это масло, поедете дальше. Задний стаб обычный, неуправляемый, не динамический. И что для базовых версий в Land Rover, опять же, нормально. Оба стаба обыкновенные, неуправляемые ни передние, ни задние, к сожалению. Опять же, в базовых версиях это нормально. Потому что дальше по возрастанию двигателей начнется сначала только передний гидростаб. По крайней мере, в рейнжах и в спартах так. А потом и оба гидростаба. Вопрос, как это в Дефендере, надо смотреть каждую комплектацию отдельно. В базовой два обычных железных стаба. Глобально, что мы видим? Что подготовка для живучести, для какого-то оффроуда есть. Но понятно, что предыдущий деф, да, мостовой, реально злючий. Он, естественно, для бездорожья был подготовлен лучшим. Новым их уже не выпускают и не купить. Но, тем не менее, вы можете купить его в том же самом, на самом деле, на Дроме. Или в приложении Дром посмотреть, где они. Продается бушный выбор довольно большой. Плюс есть планка с оценкой цены. То есть вы можете посмотреть более выгодные предложения. И есть специальная плашка или планка, если хотите, с продажей от собственника. Можете узнать, какой автомобиль продает сразу собственник. Так что, хотите реально едущий дефендер для бездорожья, добро пожаловать на Дром по ссылочкам в описании. Далее, мы решили вернуться в режим города. Потому что, во-первых, АТ-шка, видимо, не катит по такому типу покрытия. Или АТ-шка, или машина. Разберемся на втором выезде. И родная у нас уже АТ-шка. Причем тоже и Гудгиры. Называется она All-Terrain Adventure. И она, то есть, ну, такая АТ-шка, конечно, слабо выраженная. Но, тем не менее, рисунок все-таки уже заточен больше под какую-то там мокрую траву, под грунтовку, под что-то там. То есть, в принципе, мы двигались в правильном направлении. И если бы у нас было больше зацепа, конечно, наша резина бы закатила. Но, похоже, тот лед, который вот под снегом, широкой АТ-шкой зацепился, ну, никак не давал. Кстати, я здесь пока искал цены на комплектации. По Дефу наткнулся. У Land Rover есть, оказывается, на постоянной основе тема такая территория частных сделок. У них нарисованы лиса с зайцем даже на сайте. Короче, что прикол, вы продаете или покупаете старого Ренжа, БУ бывшего употребления Ренжа, а можно даже и старого, какая разница. Короче, приезжаете к дилеру, платите 100 рублей. За эти 100 рублей дилер совершает осмотр автомобиля. Дилер проверяет машину, здесь написано, по 165 пунктам. Проверка истории, ну, то есть, понимает историю дилерскую, как он обслуживался, там, то, ох, я когда проходил. И самое главное, если вам тачка эта понравилась, тут так прямо написано, я лучше процитирую на всякий случай. Если вы приняли решение о заключении сделки, то прием денег от покупателя и передачи их продавцу будет участвовать через кассу дилерского центра и ароматный чай в подарок. И все это за 100 рублей. То есть, просто вы приезжаете, вот, ну, хотите купить старого Ренжа, короче, заплатили сотку, на дилер приехали, вам проверили историю, проверили техническое состояние на подъемнике, видимо, если 165 пунктов, да, и еще и бабки через кассу прогонят, чтобы понять, что они настоящие. Ребят, это, по-моему, тема, то есть, если вы боялись покупать старого Ренжа, типа, что там за кот в мешке, просто едьте к дилеру и просто 100 рублей. И все. И купите то, что надо. Поэтому сейчас ставим вот это вот, катаемся по городу, рассказываем на самом деле, как она и будет 99% времени существовать в городе, а потом еще раз выезжаем на уфроуд в полном стоке и смотрим, что получится. И вот тот самый момент, когда вы от этой тачки кайфанете на 200%. Да, у нас базовая комплектация SE, поэтому здесь, конечно, не будет ни стеклопакетов, и из-за этого чуть шумнее будет казаться в тачке, и совершенно здесь обычный лобаж, не акустический, не какой-то там атермальный, ничего. Да, это все-таки 5600. 5600 при базе, если не ошибаюсь, типа там в 5100 или 5200, или может даже типа 4900 какая-то космическая комплектация. Ну, в общем, это та самая комплектуха, которая еще недорогая. Мои знакомые, кто сейчас себе заказал Defender на, там, трехлитровых моторах, с сиденьями с максимальным количеством настроек, с доводчиками дверей, платят за него по 7100, 7500. Но за эти деньги, несмотря на то, что у нас типа SE плюс допы, то есть простая комплектация, у нас есть подогрев лобаша, у нас есть вот такая магнитола, у нас есть вентиляция в сиденьях, доводчик задней двери, пневма, все вот эти внедорожные супер необходимые режимы, электрический выезжающий фаркоп, камера в зеркале заднего вида, которая включается и работает из плавника, сюда выдают информацию, подогрев руля, контроль слепых зон, автозатемнение зеркал и переключение, холодильник в подлокотнике, беспроводная зарядка. И еще можно очень долго-долго-долго чего перечислять, естественно, предпусковой подогреватель и так далее, и так далее, и так далее. И это вроде как вот практически базовая комплектация. Ну, понятно, что если мы переводим не базовая комплектация, а просто 5600, то здесь это все за эти деньги должно быть. Нет только адаптивного круиз-контроля, но есть удержание в полосе. Нету заднего климат-контроля, потому что он здесь только двухзонный, а не трехзонный. Нету еще некоторых плюшек там, ну, понятно, что это простые относительно кресла, хотя да, конечно, они электрические, из поясничка, из подогрева, из вентиляции, но в них нет 30 настроек, всех вот этих вот там лютых, каких могло быть. Это базовая кожа, может быть еще гораздо лучше, Виндзор, по-моему, может быть здесь, а его нет. А, панорамы еще нет, да, ну так же, стеклопакеты и так далее. Короче, тут столько накидывать, и адаптивный круиз, и еще черта лысого. Но камеры 360 даже есть, если так нажать. Land Rover впервые научился в 360, а раньше такого не было. Он хуже, чем у Audi, BMW и Mercedes, потому что вы не можете просто вот так пальцем водить, но это только выбранные фиксированные позиции между этими камерами. В то время как у немецких конкурентов вы можете практически сами выбирать любую точку из этого обзора и ставить себе камеру как угодно. Тем не менее, да, это все HD, хорошего качества. До этого оно здесь было такое, которое мне никогда не нравилось. Кстати, нельзя его переключать на ходу, да, видимо, чтобы ты не отвлекался. Салон. Это отдельная песня, про которую вам будут рассказывать все, и я в том числе также не могу удержаться, но это позже. Главное сейчас это мотор. 2 литра 200 сил, которых почти хватает. Хватает, то есть, ну, он метет. Ты не чувствуешь себя ущербным с этим мотором, хотя это самый базовый мотор. 199 сил, доналожный по всем возможным доналожным параметрам. И налог на него, по-моему, в год будет составлять 9 тысяч рублей. То есть, прям, ну, совсем прям дешевый автомобиль, если мы говорим по налогам. Да, есть еще второй дизель, это 240 сил. Есть еще третий дизель, это 300, по-моему, с чем-то сил. И есть еще бензина P400E, это, понятно, это 400 лошадей. Это уж совсем улетевшая комплектация, которая будет что-то около 7, там, или даже 6 с хвостом секунд ехать до 100. Но это прям очень быстро и очень, скорее всего, много по налогам и бензину. Большинство людей будут брать именно такой базовый мотор. Дело в том, что все сейчас бомбят, что что такое? 2 литра 200 сил на машину, которая весит 2 400, типа это полный борщ. Однако, есть картина с четвертым дискавери. Четвертый дискарь все время упускался на дизеле V6 или на бензине. И так далее, еще тогда, в далекие времена. Так вот, когда в дискарь ввели 2-литровый дизель, все стали брать дискарь на 2-литровом дизеле. 2-литровый дизель будет максимально популярен здесь именно 4 цилиндра. Возможно, будут брать люди 240 сил, просто потому, чтобы брать не 200. Но это было очень удивительно. Мы вот там гоняли машины. Вот, ну, вроде нам всего хватало. Я не могу сказать, что мы где-то страдали, что мне хватает этого двигателя. Он очень моментный, снизу сразу берет, хорошо метет после 110, после 130, уверенно продолжает разгонять эту машину. С ней, в общем-то, все в полном порядке. Именно поэтому, если кто-то из вас, вот, типа, боялся брать вот этот именно базовый мотор на 199 сил и думал, что, ну, блин, с ним машина будет овощ. Ощущение, оно дает приятное. Понятно, что это будет разгон около 10 секунд, но не может 2400 по весу разгоняться таким мотором как-то адекватно быстро до сотни. Но эта моментная характеристика хорошая, тянет во всем диапазоне и передачи подобраны нормальными. Именно поэтому мне, когда сказали, какую комплектацию будешь брать, я вообще говорил, дайте мне 2 литра дизель. Потому что он будет наиболее востребованным и очень интересно, хватает ли его. Удивительно, что его хватает. Ну и самое главное произошло, когда мы, естественно, поехали по трассе, потому что это 200% экспедиционник. Здесь все заточено под то, чтобы сколько людей не село к вам в салон, даже если это будет полная загрузка, это будет 5 человек. Каждый из них разложит свои вещи так, чтобы ему было удобно. Все очень толерантно, лояльно ко всем, кто здесь присутствует. Допустим, даже вот мой бомбеж вечно на USB. У нас спереди есть Type-C, рядом с ним обычная USB и рядом с ним прикуриватель розетка 12 вольт. То же самое у нас есть сзади. У нас сзади есть и Type-C розетки, и прикуриватели, и обычная USB. Какой бы провод у вас не оказался, здесь тоже есть обычная USB. Если у вас вдруг вы участвуете в ралли или в каких-то гонках, и здесь сидит штурман, он свой планшет может запитать отсюда. Подстаканники здесь спереди. Мы можем вытащить отсюда вот такую полочку и сделать вот так. И вместо них получить еще одну полку, если вам не нужны подстаканники. Под этим всем у нас еще пространство просто огромное количество. Это редкая машина, в которой я сажусь зимой в шапке с двумя телефонами и еще перчатки. И я все так тук-тук-тук-тук-тук разложил. Ключи от машины, вот они где лежат. Вот они лежат. Впервые не нужно все свои дурацкие вот эти вот у меня шлагбаумы всякие. Вот брелки от шлагбаумов, их можно положить сюда. Есть еще один брелок от шлагбаумов, хорошо. Его можно положить сюда к этим ключам. Есть еще бленда, я могу положить ее сюда. Здесь у меня всегда будет свободно. Есть даже еще вот такая штука, которую можно туда глубже вот запихнуть в тот органайзер, который я даже отсюда сверху не увижу. Есть еще очки, хорошо. У меня есть очечница, сколько бы не было здесь барахла, вот его весь можно разложить. И даже сюда что-то положить и сверху накрыть этой полкой вот так. И все равно этого не будет видно. Обалдеть! Два, три, пять телефонов, пять телефонов с планшетом, с двумя рациями еще здесь разместятся. Обалдеть! И вот сейчас мы проехали рельсы, и это главное достоинство и также недостаток нового дефа. Подвеска абсолютно непробиваемая. То есть пробить подвеску невозможно. То есть это прям режим крузака. Давай на ним на поребрик с такой скоростью, смотри. Ее не пробило, это был удар такой по салону. Мы вот так сходу сейчас наехали. Обалдеть! На такой поребрик, да? Сзади люди подумали, наверное, что мы пьяные. То есть просто на нем можно жести, смотри. Смотри, вообще ему просто все равно. То есть есть удары, мы вот на такой поребрик сходу нафигачиваем. Там точно уже полицию сзади вызывают. Но при этом ее не прошибает. Но при этом же она и жесткая. Вот это ее недостаток. Эта подвеска жесткая. То же самое, но ей бы мягкость крузачка. Прадика 200-ки. И это была бы пушка. Потому что при всей настройке чудовищной энергоемкости этой подвески она проглатывает все. Любые препятствия можно просто беспределить в городе. Вот сейчас весна, асфальт разбило, ничего нет. На этом можно просто жестить. Но он при этом жесткий. Это дает ему супер устойчивость по трассе. Вы едете как будто в Range Rover Sport. У вас нет никаких проблем. Но ударчики отдаются вам в спину. Вот многие захотят комфорт от этой подвески. Видишь, стыков моста вообще не было. Смотри, давай дальше. Вот просто вот еще один стык моста сейчас будет. Да и как будто вообще нет, да? Но это все немножко жестковато. Очень многие люди. И я почитал даже отзывы. Я подумал, может быть, знаете, базовые комплектации. Да, амортизаторы такие типа. В жирной комплектации наверняка есть настраиваемый. И в комфорте типа их будет расслаблять. А у нас сейчас комфорт стоит. Я почитал отзывы даже на драйве. Есть мужчина, у которого бензиновые 3 литра P400E комплектация. Безумно дорогая. И он тоже говорит, что жестковатая подвеска. Это вкусовщина, понимаете? Кто-то хочет мягкую. Кто-то больше ездит по грейдеру, по грунтовкам. Кто-то больше, вот как я, ловит поребрики. У него спина может от этого уставать. Кто-то любит пожестче. Кто-то кому-то нужен вот этот вот заряженный Range Rover Sport. Только во внедорожном исполнении. И здесь Defender будет прям 100% отражением ваших желаний. Но это нужно учесть. Если вы любите вальяжность, и чтобы все вот так прям болтало, у вас там вот плавненько было, Defender может прям вас реально разочаровать. Но я из тех, кто любит вот прям пожестче. Вот прям у меня был Range Rover Sport SVR, который супер жесткий был, который жестче, чем обычные рейнжи. И он был вот примерно такой же. То есть, если бы мы, Range Rover Sport SVR, поставили на АТ-шку, получилось бы внутри, по ощущениям, как в Defender. Но все равно Sport пробои бы ловил. На Спорте я бы вот так на поребрике бы не запрыгивал. Def уникальный в этом плане автомобиль. Прям вот... В этой штуке все стало здорово. Все стало сильно меньше лагать. Все стало очень приятнее. Но все равно, если мы берем конкурентов, ну, допустим, у BMW, на мой взгляд, там получше, покруче. И я уверен, что уже скоро выйдет сразу рестайлинг. Потому что сейчас уже 5-литровый, который презентовали, в нем уже, во-первых, вот такой монитор. Он квадратный. И стопудово туда можно будет запихнуть чуть получше мультимедиа. Я прямо верю в это, что все будет суперидеально. Но чуть попозже. И учитывая, что рестайлинги как раз Land Rover любит, потому что модели меняются редко. И существуют вторые рестайлинги, третьи рестайлинги и так далее. Все это мы здесь еще увидим. Что еще мне, наверное, не понравилось, это то, что они убрали шайбу Terrain Response. То есть Terrain Response есть. И он впервые в этой машине настраиваемый. Вы можете с руки здесь залочить все блоки. Но это делается без шайбы кнопкой. Мы, секта староверов Land Rover, привыкли, что есть еще третья шайба, которую ты поднимаешь и ей крутишь. Здесь, в принципе, это реализовано так же. Вы просто сначала нажимаете кнопку, и одна из шайб климата превращается в шайбу Terrain Response, которой вы все это шлындрите. Наверное, это даже неплохо. Это я чисто брюзга. Но здесь вы можете с руки нажать блокировку межосевого дифференциала, и она закусится намертво. Когда вы будете поворачивать на месте, колеса будут проворачиваться, потому что блокировку закусила, и она намертво настроена. Это действительно круто. А если кому интересен расход по трассе, на 130 эта штука расходует 12 литров топлива. Что после Phevo, мне кажется, кажется заоблачным, потому что у меня бензиновый двухлитровый, собственно, сарай ест примерно так же на 130, но может быть он ест 12,5, 12,7. Здесь 12,1 у нас получилось. И в городе эта штука расходует 14 литров дизеля. Что мне после Phevo, который в городе расходует 5, тоже довольно угарно. И Defender есть Phevo в Европе. В Россию пока не везут. Очень надеемся, что когда сертифицируются эти двигатели, Defender тоже будет Phevo. И будет прикольно. Так, сразу внимание обращаем на диски, потому что ничего не замяло. Идеальная кромочка, все в порядке. Хотя входил поребрик, собственно, сюда в одном месте и сюда. То есть это все подвеской переваривается прямо на изи. А вот что не переваривается, так это кусты после нашего последнего оффроуда. Вот они шли по накладке, перешли на лак. Естественно, они его тоже подербанили, но это полировка и легко мы его остановим перед тем, как машину отдавать дилеру. А вот пластик, я вот, честно говоря, сходу не могу представить, чем так нам быстро восстановить. А его задербанило капец как. В принципе, это пластик, да, и пес на него. Все-таки, я уверен, что есть способы его восстановить. Но это чуть сложнее, чем полировка. Раз. И два. Поскольку он все-таки внизу черновой и сделан для того, чтобы именно принимать на себя удары стихии, я считаю, что его нужно было сделать другим. Вот у меня на Wrangler Fender'а. Они сделаны из такого пластика, который фиг чем задербанишь. Они прям такие очень дубовые и прочные. И здесь нужно было сделать такие же. А он мягкий, гражданский, обычный, как будто городской. Соответственно, его максимально задербанило всем. Хотя это нижняя точка. Ну, и кустики, сами понимаете, еще невысокие. И выглядит уже не так эстетично. Но это еще ерунда. Спереди гораздо хуже. Значит, представьте, я камень. Я, значит, лежал себе на дороге, там что-то размышлял. И меня преди идущей машиной подняло как бы от колеса. И я лечу. И просто ставлю крест на всей вашей долбанной экспедиции. Больше мы никуда не поедем. Потому что радик жидкостный. Скорее всего, это жидкостное охлаждение теплообменника турбины. Вот так вот это все сделано. Вытекает. Не имеет никакой защиты. Ни сетки, ни решетки. Ничего. Он просто торчит на улицу. В бедной комплектации он только здесь справа. В богатых их будет два. Потому что здесь вместо него заглушка. Это абсолютно нормально, опять же. Но это мечта допщика. То есть это просто машина идеально создана для допщиков. Потому что вот эти самые люди, которые после покупки машины вам говорят. Сеточку защиты установить не желаете? Да, если защита здесь заводская, как мы видели, просто конь-огонь. То этой защиты нет никак. И это в машине, которая создана для того, чтобы ехать куда-нибудь там в Монголию. В степи, допустим, по грунтовкам. Да, у нас АТ-шная резина в стоке. Что такое? Почему это сделано так? Непонятно. Сразу после покупки обязательно ставьте доп. И еще второй же вариант, опять же, по передней части с двигателем. Значит, смотрим. Внимание. Эта машина проехала всего 2000 километров. И только по шоссе из Москвы в Петербург. Смотрим на состояние двигателя. Он весь измазан. Он весь в соли, он весь в шляпе. И хорошо видно, что вся грязь и соль, которая прилетает с дороги оттуда, не встречает никаких препятствий, чтобы залетать сюда. Да, это чисто гламур. И понятно, что мотору, ну, в принципе, фиолетово как работает. Главное, чтобы радиаторы чистые были. Но, тем не менее, простой резиновый уплотнитель где-нибудь вот здесь. И все станет гораздо лучше. Но его нет, и все это летит сюда. Она просто один раз по трассе проехала. Понимаете, что будет, если вы в ту же Монголию поедете вот так. Тут будет, я не знаю, гнездо дроздов. Аисты будут детей именно отсюда приносить в роддома, потому что здесь будет, ну, все очень здорово. Там барсуки здесь, гнездо и так далее. То есть надо как-то это все подзащитить элементарной резиночкой. Ну, где-нибудь вот здесь, ну, пожалуйста. Или вот здесь там, да. Но ее, тем не менее, нет. А жаль. Очень интересно на заднем ряду. Во-первых, Defender внутри очень длинный и очень широкий. И даже если мы берем центральный подлокотник, люди, которые здесь сидят, никогда не будут друг от друга локотками тереться. Потому что они очень широко расставлены в салоне. Место для ног сзади. До одного места. Прямо до этих самых ног. У нас далеко не в упор задвинутое переднее сидение. Я за собой сижу без проблем. Единственное, что не хватает регулировки спинки по углу наклона, но мы сидим в базе. Может быть она есть в жире, не ручаюсь. Это раз. И, конечно, не хватает заднего климата, но он точно будет в жире. Потому что в базе у нас здесь только просто два подогрева и все. И прикуриватели. Прикуриватели, опять же, две по 12 вольт розетки. Здесь два Type-C. И по одному разъему USB прямо в спинке. Рядом с ним же есть еще одна шторка, которая открывает стандартный разъем для крепления аксессуаров Land Rover. Вы сюда можете закрепить вешалку, по-моему, какой-то столик. По-моему, еще держатель для планшета. И это главная фишка. Здесь не нужны сзади мониторы. Вы просто покупаете любой планшет, заказываете штатный держатель для планшета, который вставляется сюда. И запитываете планшет от этого же USB, который уже здесь. Все. Любая мультимедиа для задних пассажиров, детей, кого угодно еще, здесь уже создана. Причем планшет вы можете покупать любой. Хотите 7 дюймов, 10, 12. Вот такие планшеты сюда можете зафигачить. И они уже будут питаться от этих же USB. Это, блин, гениально. Заднее стекло опускается почти за подлицо с дверью. Мы сейчас зажигание, да, выключили. Просто прямо вот, вот прямо есть такой момент. Подлокотник. У нас совершенно простенький. Но опять же мы в базе. Тут есть опциональные кресла, которые, я уверен, будут гораздо интереснее. Простая авоська снизу, ну, такая, чтобы была. И все это складывается в ровный пол. Так, короче, за веревочку раз потянули. Подголовники, я даже не знаю, надо убирать или нет. Да? Да, наверное, их придется снять. Их снять надо. Кнопочка только для регулировки. Они закинутся вниз. И здесь так же? Всегда, прости, я не... Я по старинке разобрал Land Rover. И тогда все получилось нормально. Да, ты прав, прикинь. Это было круто. И у вас получается идеально ровный пол с багажником. Который, естественно, с собой-собой содержит в себе еще и покрытие такое специальное. Типа, чтобы не елозило, не дербанилось. И все было в порядке. И более того, так можно сделать даже только центральный подлокотник. Ну, допустим, если вы везете лыжи там. То есть подлокотник откидывается целиком. Ам-ам-ам. Вот так. Оп. И все. Длинномеры сюда влезают, естественно, просто феерических размеров. Потому что подлокотник по этой высоте теперь совпадает с этим подлокотником. И что-нибудь четырехметровое вы можете до лобоша туда зафигачить и везти. Это прям круто. А, но круче этого еще сам багажник. Интересно в багажнике то, что эта ручка сама на себя не вытягивается. Она, по сути, фальш. И за ней есть маленькая планка, на которую вы нажимаете и уже открываете багажник. И багажник во всех комплектациях это то, что, безусловно, будет с доводчиком. Все остальные доводчики уже будут за дополнительную плату. А багажник, как говорится, весь ваш и всегда. Естественно, сам пол тоже обшит этим пластиком, типа подрифленый алюминий. И весь он, опять же, во всяких секциях сюда еще можно спихнуть багаж. Здесь у нас в багажнике всякие вот есть резиночки, защелочки, в которые вы можете сложить тот же термос. Это суперудобная тема, когда мы ездим на хутор. Здесь все заложено барахлом и никогда не знаешь, куда сложить термос, потому что он везде западает куда-то. Здесь термос всегда у меня стоял вот здесь. И это суперкруто. В этот багажник можно заказать штатный компрессор, на котором еще вы выставляете необходимое давление, сразу до которого качать и качаете колеса. Это все в базе, оригинал, не 12.5.1, не изменение в конструкцию, ничего. В нашем случае еще есть электрический фаркоп, и причем есть рядом с электрическим фаркопом кнопка проверки лампочек у прицепа. Какой он красавчик! На нем же розетка, под европейскую распиновку понадобится переходник в наших условиях. Но тем не менее, есть еще и подпол. Он большой, поскольку запаска-то у нас на крышке багажника, соответственно, поэтому подпол у нас получается практически ничем не занят. Там огромное место. Вот так, кстати, выглядит шторка, которой нужно закрывать багажник. На 5600 она выглядит или даже подороже? Ну, короче, это прикольная тема. О, знак! Знак у нас есть вот такой. Это у нас что? Глухой водитель, по-моему, да? Ну, это про меня. Все нормально, что мы тут слушали. Забавно, что в инструмент входит штатная серьга. Она этой машине не нужна, потому что сзади уже стоит фаркоп, а спереди проушина навсегда. Ну, вот это прямо, да, чувствуешь? Вкручивать, как будет классно. Ну, и, естественно, секретки и прочее необходимое. Опциональные у нас салазки стоят. Здесь сзади еще 220 вольт розетка есть. Естественно, и обычная розетка 12-вольтовая. Куча еще сеточек и прочее. А вот эта серебряная штука, которая явно типа под что-то. И ты думаешь, такой за ней, наверное, там, не знаю, аптечка, огнетушитель, что-то. Нет, это просто чехол предохранителей. Он почему-то вот так выделен отдельно в этот элемент. Не знаю, что нельзя было спрятать нигде предохранители. Но, тем не менее, все его тут же отламывают, потому что очень интересно, что под ним. А под ним только предохранители. Даже знак аварийной установки у нас заскочил в саму крышку вот сюда. Вот здесь он у нас. И даже эта ручка, она прорезинена изнутри, за которую вы закрываете, собственно, сам багажник. Или сюда можно тоже что-то положить. И сработал доводчик. Так что все, что касательно салона, все, что касательно багажного отеления, все, что касательно разложить здесь какие-то свои вещи, расположиться здесь на дальнюю дорогу, как бы вы ни были обмундированы, это супер-тачка. Мне кажется, она идеально подойдет каких-то оперативных служб, спасателей, еще людей, кто работает в этой машине. И у нее есть специальные рабочие версии. Если вы не знали, за рубежом у них есть такая версия Hardtop называется. То есть есть Defender грузовик, где только два кресла спереди, а сзади у вас полностью грузовой отсек получается. Ну, типа нашего Ларгуса, да? Ларгус нормального человека, он выглядит примерно вот так. В общем, ребята, здесь все здорово. Если сейчас прицепить сюда прицеп, на этот фаркоп, ну, допустим, я могу вот сейчас встать, спереди на мониторе, на магнитоле будет написано, сколько килограмм давят на шар. Это суперкруто, когда возите лодки, квадроциклы, гидроциклы, что угодно, потому что, кто не знал, прицеп должен быть сбалансирован. Нагрузка на фаркоп обычно у простых версий где-то 70 килограмм, у заряженных усиленных фаркопов, типа как у меня на Пхеве стоит, там 140 килограмм. Больше на этот шар давить вертикальные нагрузки нельзя. Меньше тоже нельзя, иначе прицеп начнет расшатывать и вас будет мотать по дороге. Так вот с этой опцией вы можете сбалансировать прицеп сразу, чтобы в поездке он не валандался. Представляете? Это же просто гениальная опция. Естественно, датчик преодолевает, датчик глубины преодолеваемого брода. Еще куча-куча-куча всего, что может пригодиться вам по хозяйству. То есть Defender это прежде всего машина хозяйственника, машина работяги, машина того, кто использует весь потенциал этого автомобиля. И это на самом деле гениально. То есть ты садишься в эту тачку, и они продумали все то, о чем ты мечтал много-много-много лет. Они действительно прожили в ней миллионы километров, прежде чем сделать ее для тебя. Господа, оффроуд, который решит все. Мы на полностью стоковых автомобилях. Defender против Гелендвагена. Оба на шиповке, оба на практически одинаковые. Это Нокиан Хакапелита. Шипованная, травленная около единички у обоих. Что-то 0,8-0,9 типа. Гелендваген со всеми блокировками. G500 и 12-го года, купленные за 2,8 миллиона рублей. Не простреленная крыша до сих пор. Сегодня будем это исправлять. И для сравнения у нас есть дискарь, который уже был у нас на обзоре. Дискарь без блокировок, на 2 литрах, на дизеле и на дюротраках. Такие, как в начале этого видео стояли на Defender. Это другие дюротраки, но такие же. То есть АТ-шка и шипы. Сегодня мы наглядно увидим, едут ли шипы, делали ли было в резине или глобально в машине. Погнали. Газуха, она в этом году уже не побывала. Что? Кажется, он трой. Все, хватит. Стой. Стой. Так, ну теперь пробуем мы по следам от гелика. Наша преимущество в том, что у нас нет мостов. Значит, мы выше. Но у нас нет и передней блокировки. А значит, мы слабже. Якобы. При примерно одинаковых резинах. Вопрос, насколько там глубоко и плохо ли то, что у гелика мосты, ему их не хватило. Крошка! Ну и где ваши мосты? Где мосты там, а? Вот почему я заказал Defender. Да, кстати, при этом Антон действительно заказал Defender. Это яркий пример того, что мосты начинают плужить в супер плотном снегу, когда у меня мостов нет. Получается, 10 сантиметров преимущества сыграло роль только в этом плане. И все. Понятно, что во всех остальных случаях Антон победит, потому что у мостов лучше артикуляция, дополнительная блокировка спереди. Ну вот эти вот 1% вероятности, да, я нашел. Все, мы доказали. Теперь задача моя вверх пробраться, а тебе, ну ты по моим следам, наверное, заедешь, да? Можно забыть? Будет очень странно, если нет. И мы оба здесь окажемся, да? Офигенный план, давай. Так, вторая попытка Гелендвагена. В этот раз будет стопудово успешно, потому что растоптали уже снег. А ты на всех блоках сейчас, Антох, да? Средняя и задняя. А, средняя и задняя, передок свободный, ага. То есть, в принципе, наш конфиг сейчас. Ну, логично, что проблем уже нет. Секундочку. Нарыл, нарыл сзади. Назад больше, назад. Назад больше, да, Антох. Най. Спасибо, что смотрели нашу фроутс. Поехали, ребят. Пока. Антоха, служба эвакуации начинает работать с пол второго ночи. Звони. и нет но это вот теперь зрители верят что мы блогеры да что этого было подозрение что мы реально с мозгами но нет слава богу мы сумели сюжет вывернуть в нужное русло все поэт но ваши ставки типа нет да мне кажется да давай проезжает мне кажется изменить давай специально поспокойней поеду чтобы выглядело это ну правда не ходами просто зафигачить ходами то я уверен это нормально мне кажется на этом мы потеряли на поклеение но мне вперед еще раз проехать или как какие-то вопросы я слышу там давай задом назад али полностью съезжая а задом да да ты тоже я мы сейчас просто у меня еще стоял торрель респонс комфорте я все ехал на дефолтах просто ну что вперед еще раз проезжать или как до этому раскатываем гелендваген или просто говорим что нормально давай я лучше там заеду давай неплохо а сейчас тот самый момент когда мне нужно перенастроить торрель респонс секундочку мы заходим в наш конфигурируемый торрель респонс настраиваем его и выбираем профиль 2 которая создал заранее отличается он все тем же самым только мотор теперь роги реагирует на педаль быстро это значит что у нас будет лютый подрыв и давать больше пробуксовки он будет нас будет лютый подрыв на газ и будет больше шлифовать колеса посмотрим насколько это сработает короче это хода режим хода но давай пробуем блин детская штачку да она пытается все выше и выше на счет попробуем отключаем стабилизацию полностью да да это то что надо мне кажется но адреналин если честно немного прямо легкое ощущение до я убрал блин как он близко вот теперь ребят с учет торчит мимо есть запаска всегда как бы и домкрат датчик даже выжил чисто компрессором если поднимем сможем а поднимем мы за фаркоп а 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 все режим хода стабилизация выкол понижайка но страшно конечно страшно капец размотать сейчас крыло это вообще бред а а а а а а надо левее брать надо ближе берете идти а а а а а сейчас 0 8 нормально все не разулись а 0 4 да она пытается разуться качаем здесь но я готов признать что я не заеду на самом деле мы будем на гелике пробовать сюда заезжать но я готов признать что я не заехал да 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 и у него морда сейчас как раз самый подъем в конце упирается и под ней лед вот здесь вот смотри у меня сейчас будет задача вот поэтому пытаться вскарабкаться вот туда нет короче пробуем гелик нормально все дэв я считаю уже показал и так капец сколько все а у нас есть второй вариант вообще-то вот здесь мы сейчас вот здесь попробуем да вот там я заеду точно но я просто в шоке что он сюда доехал это казалось ну невозможно тут летом так сильно напрягаешься когда заезжаешь сейчас чтобы совсем вот этим вот короче ладно мы признаем что есть всему предел ладно давай по аварийному варик у и снова мы натаптываем максимальный снег отсечка была сейчас на второй раз я раскатаю есть передняя левая три колеса она чуть-чуть строилась буквально но есть но надо 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 еще три четырех вот это прямо называется все из тачки вытаскиваешь и так господа социальный эксперимент значит в лэндровере вот здесь вот в дефендере есть супер силовая отливка под видимо джек будем пытаться заджечься да нет смотри на настолько глубоко что джек не подлезет никак но мы конечно проверим но у нас он соскочит и вот так вверх крыло но снимаем короче а 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 Туда Опа, порог Все, уже вперед надо, есть А, подвис, на пороге Не, повис, повис Лучше назад, назад пока не раскопал Во, давай, давай Руля, руля, руля куда-нибудь Есть, пошло А, позакусило Толкнем? Есть, все, красавчик Отлично Это было максимально эпично Да, лайт выглядит именно так На самом деле Это прям чистейший лайт Нет, лайт это что? Когда нет угрозы полной потери автомобиля А, полной И ты всегда можешь вернуться То есть, ну, пороги и прочее Там, колеса, там, крыло, капиталка Это все не о чем Как он резко оттуда выпрыгнул Но он все равно даже здесь увереннее выглядит Это мощь Паритет Нет, на самом деле Мы доказали то, что и должны были доказать Естественно, в условиях более злого бездорожья Когда понадобятся реально мосты Не все будет решать зацепы резина Гелик, естественно, победит В условиях глубокой колеи Песок, кстати, в песке Это тоже очень важно В пухляке, в снегу На равнинах, где меньше важны хода подвески Но больше важен просвет И работа все-таки электронных стабилизаций Тогда, когда они нужны Потому что, скажем, DEV может закусить задний дифференциал на 30% И ты исключишь пробуксовку, скажем, в поворотиках Но при этом и будет сопротивление вращению Если колесо подвески Ничего не сломалось? Короче, надо вот нам с тобой в эту горку сейчас позаезжать Вот как я и говорил Ты тупо на всех блоках железных И одна может получиться как с Subaru Дай попробуем Когда Subaru объезжает Wrangler Сейчас рискнем Простой тест на работу системы стабилизации И мы включим ту систему, которую сконфигурировал я сам Для этого мы выбираем Terrain Response Настраиваемый И выбираем программу 1 Программа 1 У нас включает в себя блокировку серединки и зада Полную, стопроцентную Самый мягкий газ И полностью отсутствие пробуксовки на колесах Чтобы машина с ними боролась Примерно так же Сантиметры там разницы Или не было вообще Точно такая же Одинаково Ну короче, вот мы установили предел На который заезжает Defender По этому скользкому покрытию И теперь мы смотрим Три честные блокировки От Гелика На очень похожей резине Да, то же самое Да, там же Разница там в сантиметры И только возможно потому, что я прокатал в начале И все Одинаково Вот это прекрасная скорость Есть с ней, может чуть быстрее Да-да-да-да-да То же самое абсолютно Никакой разницы Три железные блокировки И имитации Но на пол корпуса выше Я согласен На пол корпуса выше Это было, да Ну и я потом тоже рядом попробую Ну это быстро уже едешь Быстро, да Ну еще выше Там Забирается Ну и теперь давай я рядом попробую Давайте выключим понижайку Все, да Вот мы прям Ни одна дополнительная лампочка не горит Мы едем вообще На обычной тачке Коробка в драйве Все, смотри Абсолютно аналогично Абсолютно аналогично Сантиметр в сантиметр Прям мы забираемся Две Разные Очень разные машины Рамник Железный На алюминиевом кузове Несущем Мосты против независимой подвески Все блокировки против электронных систем стабилизации Разница Никакой Вообще Несколько сантиметров То есть чуть-чуть скорость даешь побольше Он заезжает на несколько сантов повыше Но глобально В данном случае мы поняли Что нет никакой разницы Продолжение следует... В итоге статистика продаж и то, что все три ближайшие квоты ввоза в Россию вот этой машины уже распроданы вперед Если вы сейчас ее закажете, ждать вам нужно будет месяца 4 Говорят о том, что безусловно эта машина своего покупателя найдет и уже нашла За нее прям дерутся, их покупают и половина вот моих знакомых, кто хотел в этом году менять тачку Даже не рассчитывая на то, что им нужен Defender, то есть им нужна другая машина Все равно взяли его просто покататься, допустим, даже потом продать То есть я знаю людей, кто вообще ищет 911 Porsche, но пока на него не накопил, типа возьму DEV Потому что это отличный вариант просто поугарать, ты на нем едешь по городу, на тебя все смотрят То есть машина реально отличная, практически для многих это машина мечты на сегодня Купить ее новой, опять же, это 4 месяца Если у вас есть своя машина мечты, вы можете без проблем купить ее, опять же, скачав приложение DROM По ссылочке в описании и таким образом там найти свою машину мечты А нам остается лишь насладиться этим Defender и даже понять то, что на секундочку Я лично сам задумался, все-таки Wrangler или Defender Нужен ли мне такой хардкорный оффроуд или просто кататься вот на этом в повседневе Ни в чем себе не отказывать лупить по всем рельсам, по всем пореврикам На этой супер сбитой, отстроенной, идеально практически подвеске Потому что меня лично ее жестко устраивает Базовый двигатель, за который не нужно переплачивать, и он эту машину везет Просто я не понимаю, зачем трехлитровый бензиновый Defender, честно Тем более был презентован на V8 Хочешь хардкор, если однажды его привезут в Россию? Да, 5 с лишним секунд до сотни на 5-литровом компрессоре Вот это, блин, Defender, да, это реальная пушка Но в основном его брутальность, его невероятный внешний вид, его сумасшедшая эргономика в салоне Сумасшедшая продуманность, если не говорить, конечно, о некоторых мелочей Заставляет задуматься о том, что Land Rover сделал действительно правильный выбор И если мы возьмем изначально, вот люди говорят, что нет рамы Это уже нет мостов, это уже не тот Defender, он никому не нужен На самом деле, господа Давайте возьмем точку зрения производителя Есть, вернее, была статистика продаж Defender И статистика вот там, из-под земли, аж начинается продаж Discovery Range Rover Sport, Range Rover и Defender Которого покупали там 0,0, сколько-то процента от общей аудитории марки Land Rover Естественно, они понимают, что на самом деле им нужен был просто Ultra Discovery Им не нужен был мостовой Defender Тем более, если они хотят строить мостовую машину, все равно есть Wrangler Он дешевле и он лучше едет и он уничтожит Defender То есть создавать заново мостовую машину бессмысленно, потому что есть уже суперлютые конкуренты У Wrangler бесконечный мер тюнинга, бесконечное количество выпускаемых машин Он действительно очень круто ездит, понижайка 4 и так далее, есть Rubicon Defender с ним просто физически было не потягаться, если его заново делать мостовым Плюс Wrangler не рулится, мостовая машина не будет так рулиться, не будет такой комфортной А Discard 4 брали все И все, что нужно было от нового Defender, это просто стать ультрадискарем Defender часто брали люди профессии таких, как врач, юрист, которые по сути и на оффроуде-то не ездили Им нужна была эта просто легкая грунтовочка И вот им весь антураж вот этого нереального, брутального экспедиционника При этом на абсолютно городской подвеске, зажатой, рулящейся, жестковатой, отлично стоящей по трассе Они сделали все абсолютно правильно И если вам это не нравится, но вероятно вы просто из тех вот 0,001% Кому еще нужна была эта мостовая машина Но если мы говорим как производитель, то не заработаешь ты на сегодня на мостовых машинах Даже в Wrangler у Jeep далеко не топ-продаж Потому что все покупают Grand Cherokee, Compass и прочее, прочее, прочее В Wrangler они держат просто, грубо говоря, за свой счет на себе на горбе тащат И через то, что все остальные уже с мостами закончили А в Wrangler практически один из некоторых, кто остался мостовым Он как-то более-менее еще продается Если сейчас еще 2-3 производителя сделают аналогичные машины Каждый в продажах провалится Просто воронка покупателей совсем маленькая Поэтому Defender абсолютный красавчик Абсолютно попал в точку и абсолютно такой, каким он должен быть Исключая, возможно, все-таки более настраиваемые адаптивные амортизаторы Чтобы диапазон мягкости или жесткости был вот прям растащен Чтобы можно было прям в диван ее превратить или зажать посильнее Но я думаю, это вопрос, если будет много на это жалоб уже ближайшего первого рестайлинга Как, скорее всего, и диагональ магнитолы Вернее, экрана, который будет больше в первом же рестайлинге И так далее и тому подобное Плюс выйдет наверняка злая внедорожная какая-нибудь версия типа SVX Хотя и так можно лебедку в стоке заказать на эту машину И еще очень много чего интересного, что однажды приедете, в том числе и в нашу страну Спасибо вам огромное, что смотрели это видео Огромной всем удачи и пока Я не хлопнул в конце, прикинь Что-то пошло не так Как мы это объясним зрителям?